а хорошие всем еще раз здрасте неожиданный ракурс да прикиньте продолжаем жрать и остался одного вон короче убежал вот он сейчас позвонил инструктор говорят что ты где я тебя жду иду ему надо было в двум а вот время еще половину он уже типа ты где короче от быстренько оделся побежал вот это все мне осталось у меня саша пошли мы одни расстройства ваша здоровья так необычно сидеть по центру слова дома одна красота муж пожрал и что так бы всегда был хорошие делаю часто на блины и не тяните за густами хотел за густами своей значит мы там отговорим как всегда у тебя начинать комментариев начали вот гонять надо не надо надо убирать чем я хочу больше есть я уже наелась этими племенями все пошла убирать все со стола ну и будем с вами делать тесто на блины продолжаем ребяточки я уже все помыла все по сутку помыла у меня чай остался поставила короче варится у нас вот такие вот ребрышки хотим сделать харчу а я сейчас хочу пока поставить тесто на блины да у меня блинов давно не было тем уже кефирчик у нас понимаешь ли такой не первой свежести уже надо именно с ним что-то делать кстати я достала предварительно при комнате температуре из меня вкусно получится я кстати делала блины с кефиром сейчас зашла в донат алекс вот у нас один молодой человек же не бег нам отправил на вкусняшку очень такую интересную такой специфический вкус а вот так что вечером у нас будет снова вкусняшка но блины я все равно сделаю так же не бег огромного спасибо вечером еще передам кефирчик на дала плюс у меня есть еще сметана чему не сюда же отправим честно не знаю куда надевать а ванную не ест человек весьма специфический у меня кстати кефирчик сейчас делаем вкусно сделаем все по красоте так дать сразу соль добавлю ложка чистая соль где-то пол ложечки где-то не получше где-то . на шоке я блин и так сметана у меня остатки я не знаю что получится я надеюсь получится вкусно сейчас тесто сделаем я пока оставлю настаивать потому что надо чтобы она настоялась так сказать постояла подумала за жизнь свою сметанки добавила яйца такое количество я добавлю 4 яйца даже сюда можно немножко водички добавить чуть было по жиже наш кефир он такой достаточно густой вот поэтому сделан тесто чуть пожиже получится что-то типа блинов что-то типа там я кстати делал прикольно получилось ой чеха ульется осторожнее не повторяйте моих ошибок так соль добавила яйца 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 кстати они может комнатной температуры это хорошо замечательно нас дела там ремонт какой-то кстати мясо я поставила сейчас второй заливкой сделаем час она прокипит маленько я потом солью еще раз поставлю нравится мне последнее время делать супы на втором бульоне он как-то более такой нежный более такой диетический получается так слушай у меня здесь кефир я бы чуду может быть сюда немножко сода добавить чтобы они у меня были пышные такие хотя у меня уже получится какие-то как оладушки что ли ну сейчас что-нибудь посмотрим либо же сделать нормальные оладьи не знаю я хочу блины блины знаете такую универсальную и хочешь со сладким хочешь там с мясом хочешь там как вместо какого-нибудь лаваша так дальше у нас еще есть сахар паровую такое количество способ сладко делать не буду чтобы они были не сладкие ну пара ложечка надо погасить кислоту нашего теста давай 2 ложечки сахара и сейчас туда будем добавлять муку в принципе все что надо я уже добавила так вместо молока у нас кефир вот сметану и сюда еще масло подсолнечное но на глазок чтобы можно было не тратить масло когда жаришь ну первый раз я когда жарю я всегда смазываю вот соль убрать так соль убрать давайте вот этой штучкой вымешаем сейчас вот такое вот тесто получается смотрите как уберем ложечку а мне нужно так это надо сейчас взбить и и соответственно муки сейчас у нас пойдет какое тесто в принципе можно добавить немножко соды потому что у нас же кефир кислый то есть как кислота идет по сути сода погасится они будут такими знаете пышненькими дыряненькими хотя дыряненькие они и так будут вот у меня уже там водичка закипает так где мой мука муку 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 на глаз вот лучше конечно просеять то я не знаю я иногда не просеиваю кто-то там считает что что кто-то там от всяких жучков паучков ну знаете я покупила муку хорошая она была поэтому от всяких жучков паучков я проверять точно не буду на глазок так сказать сделаем поставь шуму ух чешца ух чешца к деньгам так добавляем на глазок вот у меня столько примерно получается блин блинов да хрена получится да хрена ну как всегда по-другому девочки не умею мало готовить не умею ну зато вот сделаешь один раз и все и на всю неделю хватит этого дела Вован у нас укатил а я тут видите готовлю готовлю так надо еще все добавить и надо наверное взбить блендером чтобы не осталось комочков вот еще потому что иначе у нас блины не сойдут блин у меня целая кастрюля блин получился обалдеть нормально так короче будем блинами вас мучить целую неделю а если на вкусненько они пришли ну сразу говорю товарищи сразу говорю сладкое есть не будем алкоголь тоже пить не будем так что тут как ни говори как ни и сколько бы не скидывали не будем пить алкоголь мы от этого отказались чего и вам как говорится желаю все кстати тесто уже достаточно жидкое уже больше не надо так все и сейчас я его взобью блендером все такое тесто у меня получилось сейчас в принципе на вкус нормальное хорошее чем будем такие вот кисленькие блиночки делать хотя знаете что наверно чуть-чуть кисловатенькие они такие надо еще чуть сахара добавить тесто огонь знаете какой получилось все даю ему настояться где-то полчасика и будем жарить блины такой чест получилось хорошо бульончики я тем временем слила промыла всю кастрюлю промыла мясо еще раз поставила вот сейчас уже будет нормально такой бульон вот и можно будет если пеночка образуется кстати ее намного меньше второй раз образовывается чуть-чуть снятие бульон будет более того прозрачный менее такой насыщенный и более чистый некоторое на третьем бульоне мне кажется 3 бульон вообще там от нас еще не остается я сейчас его будут проварим долго-долго-долго-долго что у меня ребрышки такие знаете жирненькие потом надо будет жирненьким чем начинаю начинаю жарить наши блины как красиво заставка сделал включила кондиционер по полной потому что у меня сейчас будет здесь горячий цех тесто у меня вроде уже настоялось такое хорошее стало вот но я не сомневаюсь у меня как всегда первым блинком у меня тут уже он закипает короче бульончик второй раз немножко сняла пенку вот чуть-чуть масло первый раз а там уже пойдет без масла потому что масло я уже добавила в наше тесто во-первых всегда надо промазать сковородочку у нас была такая промазка у меня затем старый уже сковородка tefal вот я уже хрен его узнать сколько она у меня уже находится такая сковородка но знаете ее примут люблю люблю она у меня наверно уже лет десять даже 15 я постоянно не жарю блины блины и оладушки у меня очень хорошо получается мне очень нравится а на других у меня даже есть знать блинная сковородка вот но что-то купила то в спаре по распродаже вот говно говно мы ждем пока у меня здесь покраснеет вот эта штучка это очень удобно когда она краснеет уже можно готовить пока вот бульончик мой сейчас он закипит я крышечка накрою все будет вариться а ваван придет покидаем всего вкусного там риса зажарочку картошечку и будет у нас отличный суп харчо харчо чё хочу уже вавану позвонила обрадовала варван приходи у нас вечером будет вкуснятина нам уже это вкусняшку скинули это хорошо так ну чё у меня тут согрелся и соглас принципе уже горячая ну конечно еще фиг его знают но первый бит первый блин комом товарищи первый блин комом я в этом даже не сомневаюсь у меня редко такое получается чтобы прям блин нормально получился ну погнали хорошо плохо растекает наш масса смотрим по полу выстрелиться запах такой знаете как раз вот именно кефирный у меня вот такая лопаточка классненько быстро как он прям разогрелся поменьше огонек у меня здесь прям жесть какая жар блинчик уже хватит все ставьте пока быстро ой зырочками получается вообще ну красота не знаю как по вкусу но внешне вроде неплохо а это из того что масло много масло разбиться ну так в принципе неплохой смотрите какой красивый да аромат такой вот такая сковородочка точнее это не сковородочка это все все жирненький получился первый блин никому вот такой интересненький так ну что погнали следующий погнали следующий вот такой черненькая попался непонятно шо это why и мамашу это сковородочка растекалась плохо растекается надо сюда немножко добавить масло чуть-чуть сюда вот наше тесто вот чтобы оно было такое вот вот промешать будет замечательно сейчас масло уйдет и будет нормально хорошо растекаться а если они будут ломаться и рваться то лучше добавить еще яйцо вот яйцо спасет ситуацию неоднократно у меня такое было так бульончик у меня закипел кстати смотрите вот бульон закипела даже пенки то нет видите чистый бульон хороший блин 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 ну какие они румяные в общем красивые и дырявые 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 видите вот супер так супчики открываем и валится бульёшка ну пар часиков поварится будет хорошо но все в брызгах твою давину опять придется всю мыть плиту ну в принципе я уже привыкла к этому все такой брызг простыли еще погнали следушки пойдут они быстро вот не знаю большой перевернется может не перевернуться потому что они такие нежненькие получаются блинчики горячие такие как интересные интересные в мелкую мелкую дырочку это от кефира лучше конечно делать чуть поменьше переворачивать легче было вот этот лопатчик кстати прям вообще шикарная вещь шикардус 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 ду 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 короче как то так что то пошло не по методичке придется добавить яйцо все наконец то у меня получилась консистенция которая нужна в общем добавил еще одно яйцо и полстакана муки да потому что они у нас слишком такие жидкие получались не держалась форма ну знаете когда уже часто делаешь блины уже понимаешь какие блины должны быть сейчас они уже хорошенькие вот сейчас оно пойдет как я говорю у меня всегда первый блинком особенно когда готовишь на глазок оно получается всегда так вот вроде думаешь ой я все и так знаю там ля-ля-ля зачем мне пропорции да я тут это ля-ля-ля и вот так получается гришна гришна товарищи да просто когда переворачиваешь даже чувствуешь что они такие знаете квеклые такие мягкие слишком даже вот смотрите вот блин да и вот блин какой то такой видите пышный воздушный но вот это блин то есть муки не хватает не хватает это клейкости вот этого вещества бывает 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 грешна грешна бывает знаете как красиво сейчас немножко зайдется они такие румяные получаются вот теперь вот вижу да по тесту уже готова переворачиваться но они такие пышные из-за кефира видать получаются в общем дело пошло я очень надеюсь теперь хорошие блиночки стали получаться в общем что у меня получилось у меня получился литр кефира где-то полстакана воды 200 грамм сметаны пять яиц две ложки сахара даже три столовых ложки сахара треть ложки соли две столовых ложки масла подсолнечного и два с половиной стакана муки все меня вот смутило то что я добавила мало муки из того что тесто уже такое густенькое было из-за того что кефир потому что я обычно знаете я люблю делать такие блины три стакана это когда стакан воды стакан молока стакан муки вот это яйца получается такие очень тонкие очень такие ажурные когда начинают что-то экспериментировать знаете со всякими смотрите какой хороший получился со всякими там кефирами сметанами и прочими у меня конечно уже начинается что-то не то особенно когда я начинаю делать что-то на глазок вот поэтому вот примерно у меня вот такие пропорции какие у вас пропорции я не знаю но у меня вот сейчас вот нормально они разжариваются прижариваются хорошо пошло и плюс знаете у меня всегда так когда вот пока сковородка не разогреется такой нужная температура там тесто не настоится там температуру не наберет там концентрация туда-сюда и все так что вот а если они рвутся то тут соответственно не хватает что-то либо яйца либо муки то есть не должно тесто быть как вода но не должно быть такой прям густой густой у меня конечно гастовато получилось но за счет кефира то есть они не такие знаете прозрачные звонкие тонкие они такие достаточно толстоватенькие но в принципе там с какими вы знаете с вареницем там туда-сюда достаточно вкусно получится вот такие вот блиночки получается достаточно тонкие вот конечно не как листики но нормально а первое они ведь они получились даже попробовать на вкус то есть хорошая на вкус хорошая таки блинчиком получается все мои хорошие всех люблю всех целую увидимся в следующих выпусках пошла дожарить блины мне еще целая полка в струле а мы увидимся в следующих выпусках всем спасибо всем пока пока